Привет, друзья! С вами Максим и канал Самомчек 39. А тема сегодняшнего обзора – мифы и легенды Древней Скандинавии. Поэтому в гостях у нас сегодня богиня любви, красоты и войны, великолепная Фрея. Легенда гласит, что по красоте во всем Асгардии не было равных. Ни среди людей, ни среди богов. Фрея – покровительница любви, плодородия и войны. И она властна забирать себе одну половину павших воинов, а вторую забирает Самодин. Живет она в прекрасном дворце Волькванг. У нее есть главный символ – прекрасное жерелье – Брисингамен. Если она вдруг плачет, то только золотыми слезами. Если коротко, то так. А более подробную информацию об этой богине ищите в интернете. Да, и спасибо компании Кинера, которая следует, своим традициями нарекает свои наушники в честь персонажей германо-скандинавской мифологии. И дает тем самым нам возможность не только ознакомиться со звучанием своих внутриканальных наушников, но и погрузиться в древние легенды северных народов. Думаю, хватит лить в воду, друзья. Переходим к делу. Итак, четырехдрайверные гибридные наушники Кинера Фрея за 250 долларов, которые можно приобрести со скидкой на сайте магазина Hi-Fi Go. Коробка – это нечто, друзья. В этот раз это не маленький шестиугольник, а очень огромный, круто расписанный короб, который мне еще напомнил коробку из-под конфет. Кажется, откроешь коробку, и тебя сразу окутает аромат шоколада. Но нет, там все-таки наушники, друзья. Посмотрите, как оформлена фронтальная сторона. Спереди по центру видим название модели Фрея. Немного сверху главный слоган компании Macit Clear, Macit Real. И снизу напоминание о том, что это четырехдрайверные гибридные наушники, индивидуально расписанные вручную. И сзади у нас есть характеристики и перечень комплектующих. Давайте начнем с характеристик. Интерфейс подключения двухпиновый по 0,78, импеданс 22 Ома, комбинация драйверов, один динамический 7-миллилитровый излучатель и три балансные арматуры. Две из них – это NOLS RAV 32873, отвечающий за средние частоты, и один кастомный KENERA 30095, отвечающий за проработку высоких частот. Чувствительность 110, плюс-минус 2 дБ, частотный диапазон 20 Гц, 20 кГц. А комплектация здесь следующая. Наушники, один съемный кабель, один переходник для Lightning или Type-C, переходник с 3,5 на 6,35, щеточка для чистки звуководов, кейс для переноски наушников, три набора разных амбушюр и мануал. Теперь, друзья, давайте откроем коробку и проверим комплект согласно списку. Делаю для вас сегодня имитацию полной распаковки, чтобы вы сами своими глазами могли видеть все это богатство. Открываем и видим сразу несколько вот таких шестиугольных брошюр, карточек, не знаю, как это правильно называется. Вот сразу. С первой на нас смотрит фотография главного художника и дизайнера компании KENERA. Это Синтия, которая делится на этой страничке своими впечатлениями о Фрее и о том, как вдохновила и что вдохновило ее на создание индивидуального дизайна и рисунка для каждых наушников, которые она расписывала вручную. То есть 3 месяца она вела разработки. Дальше выдержка из легенды о Фрее, карточка комьюнити, на которой есть адреса социальных сетей компании QR-коды. Небольшой мануал. Сами наушники в транспортировочной пленке. Три пары силиконовых белых амбушюрок с белыми сердечниками. Кстати, ими не пользовался, и они мне очень понравились. Вот этими ямками сейчас сразу их достану. Дальше щеточка для чистки наушников или звуковода. Это адаптер, переходник с Lightning на 3,5. Кстати, какой у вас смартфон, такой вы переходник и заказываете. Как же, друзья, я был приятно удивлен, когда обнаружил в своем комплекте переходничок с Type-C на 3,5. Кстати, это полноценный USB DAC, и в нем установлен какой-то кодек, ну, может, или ЦАПик. Какой именно, компания Кенера и Hi-Fi Go затруднились мне ответить. Почему я уверен, что там стоит какой-то кодек или ЦАП, а не просто это переходник, потому что iPhone определил это устройство именно как USB DAC. Обычно, если бы это был обычный какой-то переходник, он бы никак не определил. Но недолго длилась, друзья, моя радость. Type-C переходничок оказался нерабочим. Кстати, я не один такой. На форуме Player.ru нашел еще одного владельца этих наушников, который поделился со мной информацией, что он тоже получил в комплекте нерабочий Type-C переходник. Так что будьте внимательны. Опять же, на вопрос, знает ли компания об этой проблеме, об этой проблеме никто ничего внятного не ответил и пока не собирается отвечать. Дальше переходник с 3,5 на 6,35 и чехол, тоже который имеет индивидуальный рисунок, нанесенный сюда ручным способом. Он изготовлен из какого-то материала шероховатого, который не очень-то похож на кожзам. Вот так красиво выглядит. Открываем его и видим здесь 5 пар силиконовых амбушюр, которые имеют разные формы, разные размеры и они немного липкие. Вот такая вот накатка есть внутри. Дальше съемный кабель и небольшая инструкция, для чего нужны амбушюры, как их вид влияет на звук. И, пожалуй, все. Согласно легенде, у Фрея в гардеробе были не только яркие праздничные наряды, но и воинственные и мрачные. Поэтому производители выпустили наушники в двух расцветках. Черные с золотыми деталями и сине-зелеными оттенками и розово-перламутровым с золотом и красно-синими деталями на фейсплейтах. Мне достался как раз второй вариант, хотя я очень рассчитывал на первый. Фейсплейты каждой пары наушников, напомню, расписываются вручную, тем, я вам уже говорил, и имеют каждый индивидуальный и неповторяющийся орнамент. Фейсплейт правого наушника украшает блестящая надпись Фрея, а левый Кинера. Да, корпуса полностью изготовлены из акрила с перламутровым переливом и с прожилками, имитирующими, возможно, поверхность какого-то камня, но могу ошибаться, конечно. Наушники ожидаемо крупные и вот так они выглядят рядом с наушниками Тин Хайфай Т2+. Но, к счастью, весят они совсем немного. Уши вниз не оттягивают, а благодаря анатомичному рельефу внутренней поверхности в ушах сидят они просто отлично. Из моих ушей немного выпирают, конечно, но садятся достаточно глубоко. Звуководы крупные, бортика на них нет, а снова есть просто расширение, которое и призвано выдерживать амбушюры. Проблем с удержанием многих сторонних амбушюр нет, например, Spiral Dota держится, друзья, просто отлично. Чуть хуже SpinFit CP145 и совсем не важно CP100, которые норовят с них соскользнуть. Видите, как легко они снимаются. Сверху звуководов видим три отверстия звуковых каналов, отдельно отходящих от излучателей. И на верхней поверхности установлены немного утопленные разъемы, а на задней есть одно компенсационное отверстие. В общем, корпуса наушников можно смело считать, друзья, произведением искусства. Кабель, изготовленный из очищенной меди, имеет плотную витую скрутку, состоящую из двух основных жил и покрыт очень эластичной и прочной силиконовой оплеткой. На самом деле, несмотря на свою простоту в сравнении с самими наушниками, кабель мне очень понравился. Он практически не путается, не цепляется за одежду и, друзья, не микрофонит. Штекер прямой, оформлен, конечно же, карбоном. Разветвитель здесь – это просто металлический цилиндр, такой вот пластиковый простенький ограничитель и аккуратные, удобные бескаркасные заушины с вилочками, коннекторами. И, наконец, друзья, основная глава нашей легенды, которая посвящена таинству звучания этих мифических наушников. Перед тем, как начать, скажу, что наушники не очень капризные, нормально спились практически со всеми моими источниками, включая комплектный USB ЦАП. Но если расставлять приоритеты от «ух, как круто» и «да ну, ничего, так сойдет», то порядок будет в следующем. Лучше всего раскрыл эти наушники, проработав и вытащив из них все детали. Это Colorfly C10 Plutonium Mode. Немного мягче и спокойнее, но и в то же время массивнее фрейза звучала с Hybe R6 Pro. И, на удивление, хороши они были с HIDIS UP80 Pro. С тросам Q1 звучали тоже вполне нормально и драйвово, но уже с более яркими и простыми, средними и высокими частотами. Ну и пойдет и так с комплектным USB ЦАП. В целом, по совместимости, наушники получились очень даже толерантными. Кенера Фрей я могу отнести, наверное, к жирно и объемно звучащим гибридам с нормальным уровнем детализации совсем небольшой ярчинкой. Нужно понимать, что Фрей это все-таки Вэшка, но, на мой слух, не сильно просаженные с середины. Кстати, совсем недавно на сайте Кринакла появился график Фрей и Бальдор, но потом, через некоторое время, куда-то исчез. На самом деле, график выглядел очень страшным. Я успел его сохранить в сравнении с графиком Кенеры Бальдор. Ладно. Низкие частоты здесь примечательно массивные и мощные, но подаются слегка в смягченной и упрощенной манере с тепловатыми тембрами. Основной акцент сделан здесь на средний бас, который, в принципе, обеспечивает достаточно ощутимый и глубокий, но вот немного смягченный удар. Другими словами, бас здесь мощный и телесный, но далеко не техничный. Поэтому основные эмоции достигаются здесь именно за счет толщины и глубины звучащих инструментов, а не за счет точности и подчеркивания деталей. Очень мне, кстати, низкие частоты этих наушников напомнили характер низких других гибридных наушников с Энхер и с H1-D2A, с которыми мы с вами знакомились не так давно. Вот в некоторых моментах, друзья, Кенера звучит словно под копирку. Возможно, здесь и там установлен один и тот же динамический излучатель. Но это не точно, конечно. Особенно интересно и неплохо, на мой взгляд, эти наушники раскрывают и некоторые электронные жанры, поп-музыку и всяческие разновидности этнической музыки. В инструментальных стилях и стилях с живым исполнением низким уже не хватает точности и разрешения, где они, кстати, очень нужны. Ну и коль наши наушники имеют отношение к скандинавской мифологии, то предлагаю сегодня для примера использовать музыку со схожей тематикой и с тех самых северных краев. Думаю, что это будет логично. И в качестве первого примера для низких частот послужит трек Глитнер от Денхейм. Это дарк-фолк ритуал, поэтому мелодия, естественно, темная и мрачная, и богата теми самыми древними барабанами. Глубина и раскатистость которых очень неплохо ощущается в Кенера Фрея. Средние частоты удивляют своей музыкальностью, своей общей массой и полнотой звучания. Поверьте, друзья, гитары в роке звучат очень весомо. И это при всем при том, что наушники имеют все-таки V-образную подпись. Так что и в этом диапазоне они не пытаются показаться микродетальными и аналитичными, а напротив, очень эмоционально и эффектно подчеркивают и хорошо разделяют между собой крупные образы и детали. В чем, на мой взгляд, еще преуспела Фрея, так это в передаче вокала. Вне зависимости от пола голоса звучат, на мой вкус, просто великолепно. Они вынесены на передний план и, по ощущениям, расположены ближе к рампе виртуальной сцены. Поэтому до слушателя голоса доходят со всеми их подробностями. И вот здесь я снова для себя отметил, что средние частоты Фрея очень сильно похожи на средние наушников Сенхер, но и отличаются все-таки не намного лучшими разрешениями, более четкой проработкой деталей. Однако, по всей видимости, это заслуга более заметного подъема на высоких средних частотах в этих наушниках. Поэтому совсем изредка они все-таки могут восприниматься яркими и агрессивными именно в этом диапазоне. Причем интересно, что эта ярчинка или перчинка непостоянная появляется независимо от того, с чем слушаешь эти наушники и что слушаешь. Короче, они меня лично сильно не утомляют, но слушать с ними вот что-то уже более такое экстремальное я бы, друзья, уже отсоветовал. Сцена здесь средняя в ширину и гораздо, мне кажется, лучше прорабатывается в глубину. Для примера средних частот предлагаю послушать норвежскую исполнительницу Кари Ройс Латтон и ее великолепный голос в треке Сторофьель. И здесь можно услышать то, о чем я вам и говорил. Живой, полный, натуральный и очень мелодичный голос этой исполнительницы. На высоких у Фрея сделан небольшой акцент, но ощущаются они немного прижатыми и даже слегка отстраненными. Здесь нет удивительной протяженности и нет тех самых дальних высоких, потому что спад начинается уже примерно после 5-6 кГц, вследствие чего они воспринимаются больше комфортными и, на мой вкус, музыкальными. В общем, усталости и раздражения лично у меня не вызывает. Разрешения детализации здесь вполне неплохие, но, естественно, о каких-то там атаках, гармониках и слоистости речи быть не может. А сибилянты искажения я встречал только в треках с плохим качеством. Так как, друзья, такое я стараюсь не слушать, то для меня это совсем не критично. Кстати, вот высокие частоты в Кенера Фрея – это то, что выгодно, их уже отличает от наушников Сенфер С-H1 D2A. У Кенеры высоких частот количественно больше, лучше разрешение и больше воздуха. Возьмем для примера еще одну скандинавскую команду – Хедвиг Молиста 3, у руля которых стоит сама Дива Хедвиг. Трек называется «Дзей Волей», он спокойный, и в нем, помимо лидирующей акустической гитары, есть партии ударных, которые, естественно, сопровождаются разными хэтами и щетками. Базовые удары, в которых очень неплохо отображаются Кенеры, но вот все уже мелочи и затухания сильно теряются на заднем плане. Сегодня в процессе обзора я уже сравнивал Фрея с наушниками Сенфер, но думаю, что не будет лишним, а для многих будет даже интересно, если я сравню их с Кенера и Дун по памяти, которые отличаются от этих более яркой и детальной подачей. А если конкретно, то более нейтральными низкими частотами, более детальными и агрессивными средними, и более протяженными, заметными и светлыми высокими частотами. В целом же считаю, что Кенера и Фрея получились удачными, но в первую очередь имиджевыми и музыкальными наушниками, которые уж точно найдут своих поклонников. Ну а любители нейтрального и аудиофильского звучания эти наушники точно не заинтересуют. Во всяком случае, я так считаю, не должны заинтересовать. Чего не хватило в этих наушниках лично мне, так это разрешение на низких частотах и более хлесткого баса. Все остальное это уже чистая вкусовщина, друзья. Если спросите, стоят ли они тех денег, которые за них просят, отвечу, что да, стоят. И напомню про шикарный комплект этих наушников, который является хорошим довеском к нормальному звуку. Все необходимые ссылки найдете в описании. А у меня на сегодня все. Всем пока.